Он поднимает на невыразимо высокий, качественный уровень коллекцию Национальной галереи, потому что это один из шедевров Шагала, потому что это ранний Шагал, потому что творчество раннего Шагала, оно отличается удивительной эмоциональностью, оно отличается необычайной красотой живописи. В ней очень много реализуется самим художником, потому что она фактически знаменует и раскрывает одну из самых неотъемлемых червь его таланта – чувство гармонии, которое ему было присуще при всем том, что его творчество так фантасмагорично. Но еще мы должны не забывать о том, что оно проникнуто глубочайшим лиризмом и что Шагал – один из тончайших поэтов и в искусстве, и в литературе своего времени, потому что он писал, как вы знаете, стихи, и Мистен Майер «Жизнь», и его работы. И то, что он не просто… и, конечно, любимый мотив, тема всей его жизни – это Витебск. Это образ Витебска, который прослеживается во всем его творчестве и к которому он неоднократно обращается, где бы он ни был – во Франции, в Америке, в России. И это художник, которому вот этот проникновенный лиризм и метафоричность мышления говорит о том, что он вообще поэт в живописи. Это поэтическое начало мы чувствуем. И всегда, собственно, она составляет неотъемлемую часть его художественного дара в том отношении, что именно это чувство и это качество завораживает и придает магнетическую, почти магическую такую силу его произведения. Очень часто мы не можем даже объяснить, в чём обаяние искусства Шагала. Мы оказываемся просто в плену его этих качеств. Всё дело в том, что чувство гармонии, о котором я вам говорила, вот самые фантасмагорические его произведения обладают этим чувством гармонии. Он соединяет воедино вот это противоположности, противопоставление добра и зла в этом мире. Шагал, вот это чувство гармонии достигает апогея вот в этой композиции, которую вы видите, потому что он создал не только одну работу, он создал целый цикл работ, около 70 произведений, потому что с 10 по 22 год, в 23 он уезжает в Париж, он создает вот этот цикл работ. И самые знаменательные из этого цикла, которые пронизаны такой нежностью, хрупкостью, таким лиризмом, такой свежестью, такой чистотой, которые несут в себе опыт и французских достижений, потому что он приезжает в 2014 году после того, как он жил в Париже. Ещё я хочу сказать об одной качестве этих произведений. Они, конечно, знаменают вот такой вот период, они, конечно, говорят нам о том, что в истории искусства, в истории искусства, именно касающейся творческого пути Шагала, они занимают особенное место. И я, поэтому, мы можем с волной уверенностью сказать, что это шедевр Шагала, то есть без даже, так сказать, околиченностей, каких-либо слов и так далее. Это шедевр, который подносится вот Ириной Дрампиан. Я хочу сказать о том, что Шагал говорил о том, стоит мне открыть окно, как она здесь, и с ней лазурь, любовь, цветы. Вот, пожалуйста, как он мыслил всегда. И он говорил о том, что именно к этому периоду относятся эти слова, что он не исполнил ни одной картины и ни одной гравюры, не спросив у Белы «да» или «нет». Вот это, вот, если можно будет, как комментарий. Кроме того, отношение Шагала к любви было, поскольку всё-таки он не просто давал конкретный образ Витебска и так далее, он просто давал образ бытия этого, то есть он касался сущностных проблем человеческого существования, касаясь такого, как рождение, как любовь, как смерть. Понимаете, и любовь он воспринимал. Он считал, что любовь несёт в себе творческое начало, что она преодолевает разобщённость этого мира, и то, что любовь, она является синонимом творчества, и она помогает человеку подняться над повседневностью. И я могу сказать, что вот эта картина, этот шедевр Шагала является свидетельством любви художника и его искусства, которые поднимались над действительностью, и которые позволили Шагалу стать в один ряд с такими величайшими мастерами современности, то есть искусства 20 века, как Матис, как Пикассо, как Рюже, как Де Луне, и, в общем-то, это ряд, который можно перечислить, как и акулу, конечно. И вот, в общем-то, вы представьте просто нашу радость, и радость, с которой мы с вами охотно и с большим удовольствием делимся, потому что мы действительно стали обладателем шедевра Шагала, одной из величайших художников 20-го века. И вот, кажется, мы с вами были партий-п exceptional parfois. Не знам remind, какая цена, айс Рашали burnoutеле, порт айс Рашали gobierno-п מא� неберевые Аястане, Ханрапедов, сам. Простите? Простите, есть как вам его животное? Поen мını Baby of the area Продолжение следует... 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 Продолжение следует...